Здравствуйте, меня зовут Данила Драпеза, живу в Самаре, работаю ведущим на одном из местных телеканалов. Во время подготовки этого фильма я узнал несколько действительно удивительных фактов, которые доказывают, что Самара имеет полное право носить звание опорного края страны. Говорит Москва, передаем важное правительственное сообщение. Сегодня в 4 часа утра. Наши дела правые. Драк будет разбит, победа будет за нами. Историки говорят, что все войны на земле – это, по сути, борьба за ресурсы. В то же время опыт сотен военных компаний показывает, что выиграть войну, не имея ресурсов, практически невозможно. Современная цивилизация, в которой все средства передвижения приводятся в действие продуктами нефтеперегонки, не может существовать и развиваться без нефти. Нефть – это кровь экономики, а нефтедобыча в индустриальную эпоху – локомотив промышленности в мирное время и один из ключевых факторов, влияющих на исход войны. В 20 веке в качестве главного приза победитель получал контроль за нефтяными месторождениями. Топливная промышленность по Волжье имеет богатую историю. Уже в 16 веке с берегов реки Сок в Москву возили бочками нефть для изготовления военных припасов. Кстати, нефть в те времена называли «казанское черное». Наши предки и представить не могли, что к добыче этой черной мысленистой жидкости нужно прилагать какие-то усилия. Природа нашего края всегда была щедра к людям. Иногда кровь земли просто выступала на поверхности в виде луж или даже небольших озер. Поэтому в годы Великой Отечественной войны Куйбышевская область стала одним из главных центров по добыче нефти. Нефть – природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов и некоторых других химических соединений. Относится к ископаемому топливу. Цвет в буро-коричневых тонах. Иногда нефть бывает чисто черного цвета. На протяжении 20 века и до настоящего времени нефть является одним из важнейших для человечества полезных ископаемых. Самарская область – одно из немногих мест на земле, на планете Земля, где нефть выходит на поверхность Земли в чистом виде. Такие источники нефтяные есть в Саудовской Аравии, в арабских странах, в некоторых местах Южной Америки, вот в Самарской области. У нас в Клявнинске, Камышлинске районы действительно прямо на поверхности были нефтяные озера, и население этим пользовалось. Вот так просто собирали в бочки и везли там в Москву, например, а нефть использовалась там для смазки колес, например, как телегу смазывать там. Конечно, никакой нефтепереработки не было. Нефть в нашем регионе была настолько доступна и привычна, что ее часто использовали даже в качестве лекарства от боли в животе. Нефтью в Самаре поливали улицы, чтобы хоть как-то избавиться от страшной самарской пыли, которая в сухую и жаркую погоду превращала наш город в Сахару. Подобное использование нефти было скорее исключением. Очень скоро она стала неотъемлемой частью бурно развивающейся промышленности. В Самаре и Сызрани располагались предприятия крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Российской империи, который принадлежал братьям Нобель. Здесь на стрелке Самары долгие годы располагались нефтяные резервуары, созданные по заказу Нобелей. Сюда же прибывали первые нефтеналивные танкеры. Правда, добывать нефть в Самарской губернии промышленным способом до 30-х годов прошлого столетия не получалось из-за недостаточной технической оснащенности. Но геологи были уверены, что в районе Средней Волги запасы нефти колоссальные. На поиски черного золота в 30-е годы прошлого столетия государство выделяло огромные деньги. Однако рост топливной индустрии в предвоенный период сдерживал человеческий фактор. Не хватало специалистов-нефтянников. Все изменилось с началом Великой Отечественной войны. Как и многие другие отрасли, нефтегазовая промышленность должна была получить свое развитие еще в мирное время. За довоенные десятилетия в Куйбышевской области были открыты три месторождения – Сызранское, Яблоневый овраг и Калиновское. Добыча нефти составляла более 200 тысяч тонн в год. Но в общесоюзном масштабе эти объемы составляли менее 1%. На 18-м съезде ВКПБ в 1939 году было принято решение о развитии добычи нефти и газа в районах между Волгой и Уралом. Эта новая база добычи нефти и газа получила название «Второе Баку». Так как до этого практически все нефтепродукты в стране, а также газ, добывались в районах Кавказа. И прежде всего основным центром был Баку. И именно на случай войны необходимо было создать новый центр добычи полезных ископаемых, чтобы обезопасить себя в случае захвата или опасности для старых нефти и газодобывающих районов. С началом Великой Отечественной войны Красная Армия под напором фашистских захватчиков была вынуждена оставить огромные территории. Враг практически сразу атаковал нефтеносные районы СССР, расположенные на Кавказе. Добыча нефти является в принципе одной из самых важных стратегически отраслей промышленности. И особенно возрастает ее важность в период войны, поскольку необходимы, как никогда, еще более чем в мирное время, топливо и смазочные материалы для различных вооружений. Прежде всего это, конечно, танки. Когда нефтяные артерии Кавказа оказались под угрозой захвата, вспомнили о довоенных изысканиях в районе Среднего Поволжья. Сюда эвакуировали специалистов из Баку. Была поставлена четкая задача – добыть нефть любой ценой. Превратить Поволжье в главного поставщика нефти для воюющей страны. Все предпосылки для этого были. Советские власти вспомнили, что Самара, Самарская губерния, все-таки, значит, источник, ну, такой уникальный источник нефти, выходящей на поверхность земли. Стали проводить буровые работы. Началась вообще в Поволжье разведка. И вот первая нефть Поволжья была добыта, правда, в Пермской области. А потом в Сызранском нашем районе в 30-х годах были заложены несколько скважин. Значит, и в 36-м году первая скважина дала нефть. И ожидания оправдались. В годы войны Куйбышевская область стала одним из главных поставщиков черного золота. Девонский период начался еще 419 миллионов лет тому назад. Название ему ученые дали по имени английского градства Деваншир. Правда, самого градства тогда еще не существовало, но именно на его территории впоследствии были обнаружены геологические породы того периода. В Девонский период впервые появились наземные позвоночные, ящерицы и пауки. Девон называют веком рыб, потому что именно в этот период водные пространства начали активно заселяться различными обитателями. А еще в этот период начала формироваться самая ценная в мире нефть. Нефть Девонского периода. В Самарской луке ее обнаружили на глубине в полторы тысячи метров. В годы войны у Куйбышевских геологов сложилась такая легенда. Якобы у богатыря Жигуля было три дочери – Верея, Карбона и Девона. Пришло время, и пришлось Жигулю отпустить двух старших дочерей – Верею и Карбону. Ну а по поводу младшей дочери Девона он сказал – «Это мое самое большое сокровище, никогда с ней не расстанусь». И приказал своим слугам пуще прежнего сторожить свою дочь. Но всему свое время настал ее черед. В августе 1941 года геологи Васильев и Притула написали в своем отчете. В целях дальнейшего развития грандиозных задач, стоящих перед нефтянниками Востока по созданию второго Баку, необходимо полностью использовать опыт по разведке и разработке открытых нефтяных месторождений. Нефтяные месторождения Самарской Луки в системе месторождений второго Баку занимают почетное место. Как и ожидалось, большие месторождения нефти были обнаружены. На Самарской Луке, в районе населенного пункта Зольное, и в Яблоневом овраге. В Яблоневом овраге была обнаружена и та самая Девонская нефть. Для того, чтобы добывать нефть промышленным способом, необходимы совершенные технологии бурения. И не только это, но и большое личное мужество. Казалось бы, при чем тут мужество? Ну, судите сами. Зима 1943 года. Для определенных технологических процессов при добыче нефти в Яблоневом овраге понадобились трубы. Труб не хватало, тогда много чего не хватало. Было решено использовать водопроводные 6-дюймовые трубы. И вот в селе Троекуровка нефтяники, крестьяне грызались в твердую, как гранит, землю, выкапывали трубы, грузили их на сани и везли в Яблоневый овраг. А это, между прочим, больше 100 километров. 1 июня 1944 года на буровой скважине номер 41 на глубине 1522 метра бригада мастера Ракова вскрыла нефтяносное отложение Дивона. Из скважины ударил мощный фонтан первой в СССР дивонской нефти. Итак, предположения геологов подтвердились, и Самарская Лука стала настоящей нефтяной кладовой. Но танки, самолеты и грузовики-полуторки сырой нефтью не заправишь. На фронт должно было поступать уже готовое топливо. Было экономически необходимо перерабатывать добытые полезные ископаемые непосредственно здесь, чтобы затем отправлять на фронт. И крупнейшим центром нефтепереработки в годы войны была Сызрань. Там был построен нефтеперерабатывающий завод. Это удалось осуществить раньше, чем намечалось по плану. И в один из самых напряженных периодов войны, в июле 1942 года, завод дал свою первую продукцию, которая непосредственно была отправлена на Сталинградский фронт, где как раз в эти дни начиналось знаменитое Сталинградское сражение. Если бы фашисты захватили Сталинград, они бы полностью перекрыли поставки любой военной помощи, которая шла по Ленд-Лизу через Иран. Но что самое главное, прекратилась бы бесперебойная поставка нефти для советских войск. То есть фактически битва за Сталинград была битвой за нефть и в конечном счете битвой за победу. Куйбышевские газеты писали, чтобы быстрее одержать победу над врагом, надо давать больше танков, самолетов, противотанковых орудий, снарядов, продукции, потребный фронтам. Но в этом свете весьма важную роль играет и будет играть наша восточная нефть. Однако поиск новых месторождений и их разработка давались куйбышевским нефтянникам крайне тяжело. Из выступления главного инженера Сызра нефть Гоева на 10-м пленуме Куйбышевского обкома ВКПБ. У нас появились трудности в связи с войной. Такие заводы, как Мариупольский и Днепропетровский, не поставляют нам трубы. Из-за этого часть скважин стоит. Имеются трудности с режущим инструментом. У нас отсутствуют до лота инструменты, которые бурят скважины. Задача сложная, а восточная нефть требуется очень скоро и в больших количествах. Управление особого строительства, которое строило авиационные заводы, ему же было поручено строить нефтеперерабатывающий завод в поселке Страмилово. Он начал в 43-м году, в 45-м был в первую очередь пущен. Дальше к нему подвели нефтепровод из Зольнинского месторождения через всю Самарскую лугу и через Волгу. Провели нефтепровод. Но объемы добычи нефти продолжали вырастать. Благодаря исключительному мужеству и самоотверженности клубишеских нефтянников, работа по созданию второго Баку в годы войны получили колоссальное ускорение. Среднесуточная добыча нефти возросла с 600 тонн в сутки в 1940 году до почти 3000 тонн в сутки в 1945-м. Объемы добычи нефти продолжали вырастать. Нефть разведали за Волжье уже, в Киренель-Черкасском районе, в Похвестневском районе. Добыча нефти в то время, в конец 40-х годов, она вырастала вдвое каждый месяц. Каждый месяц в два раза больше, еще месяц. Это продолжалось несколько лет. За годы войны область вышла на второе место в масштабах всего Советского Союза по своему удельному весу в области добычи нефти и газа. И фактически она в пределах вот этого нового нефтедобывающего района, Второе Баку, заняла не только одно из лидирующих, но можно сказать, лидирующее место. То есть это уже был к концу войны регион, который имел стратегическое значение как по добыче нефти и газа, так и по их переработке. Столь стремительное развитие отрасли в нашем регионе стало возможным в том числе благодаря технологической помощи союзников по антигитлеровской коалиции. Без топлива самолеты и машины просто металлолом. А еще от качества топлива напрямую зависят тактико-технические характеристики боевой техники. Но вот с этим фактором в советской нефтеперерабатывающей промышленности были проблемы. В то же время наиболее совершенными технологиями переработки нефтепродуктов на тот момент обладала промышленность США. И это, несмотря на то, что первая в мире промышленная установка по непрерывному крекингу нефти была разработана и запатентована в Российской империи инженером Владимиром Шуховым. Крекинг – высокотемпературная переработка нефти и ее фракций с целью получения моторного топлива, смазочных масел, а также сырья для химической и нефтехимической промышленности. К началу войны в нефтеперерабатывающей промышленности США были разработаны и внедрены технологические процессы, которые позволяли увеличить октановое число бензина, что резко улучшало технические характеристики техники. Например, топливо с октановым числом 100 на 20% уменьшало длину пробега самолетов перед отрывом от земли и на 30% увеличивало бомбовую нагрузку. Но это касалось исключительно американских самолетов. В Советском Союзе самолеты заправляли топливом с октановым числом 74. Соответственно, их тактико-технические характеристики были ниже. В общем, как самолет заправишь, так он и полетит. Но выход был найден – купить современное американское оборудование для строительства нефтеперерабатывающих заводов на территории СССР. Американская фирма «Баджер» вскоре после начала войны предложила советскому правительству купить у нее завод по производству высокооктанового авиационного бензина. Начались трудные и долгие переговоры. В конце концов, Государственный комитет обороны принял постановление о строительстве импортных нефтеперерабатывающих заводов. Из инструкции Наркомата нефтяной промышленности СССР. Фирма «Баджер» обеспечивает поставку полного проекта необходимого оборудования и материалов для постройки в СССР нефтеперерабатывающих заводов. Технический и рабочий проект выпускаются фирмой «Баджер» как основным подрядчиком. Работающий на тот момент Сызранский нефтеперерабатывающий завод не справлялся с постоянно возрастающими потребностями в топливе. Поэтому было решение поставить еще один завод, и на этот раз в запасной столице – Куйбышеве. В документах этот типовой завод значился под номером 443. Он был рассчитан на переработку бугурусланской нефти для получения автомобильного бензина и жидкого топлива. Завод предполагали пустить в эксплуатацию 1 декабря 1944 года. Но сроки пришлось перенести. Оборудование из США поступало с задержками. Часто уже на месте оказывалось, что многие элементы были недоукомплектованы. К тому же многие профессионалы ушли на фронт. Конечно, возникла в военные годы проблема с кадрами, поскольку часть работников ушла на фронт, и их места, как и в других отраслях, заняли женщины, а также в том числе и подростки. И на некоторых предприятиях, на некоторых подразделениях предприятий доля молодежи составляла 40-50%. Ну и также количество женщин тоже значительно возросло по сравнению с тем, что было в предвоенные годы. Конечно, органы власти уделяли внимание развитию именно кадрового потенциала. То есть открывались курсы повышения квалификации, курсы по подготовке квалифицированных рабочих для нефтепромыслов и для нефтеперерабатывающего завода. Отсутствие профессиональных кадров компенсировали за счет заключенных и военно-пленных. На работы по возведению Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода привлекли контингент отдельного лагерного участка номер 1. А 10 октября 1944 года было принято совершенно секретное постановление Государственного комитета обороны о мерах по ускорению строительства нефтеперерабатывающего завода номер 443. В связи с задержкой поступлений импортного оборудования срок ввода в эксплуатацию завода в Куйбышеве было решено перенести на первый квартал 1945 года. Конечно, возникали проблемы с размещением рабочих, с размещением в том числе и молодежи, и трудности весьма значительные. Как раз в годы войны была проложена железная дорога, которая соединила Сызрань, как раз вот этот важнейший центр нефтепереработки, с одной стороны с Ульяновском, то есть провели железную дорогу на север, с другой стороны как раз ее повели на юг, по правому берегу Волги, в направлении Саратова, ну и в дальнейшем в направлении Сталинградского фронта. То есть таким образом стало возможным значительно быстрее доставлять нефтепродукты непосредственно войска в действующую армию. В конце концов, благодаря титаническому труду советских специалистов-нефтяников, несмотря ни на что, выполнивших поставленные перед ними задачи, в первую очередь Куйбышевского НПЗ была введена в эксплуатацию. 8 сентября 1945 года здесь был получен первый бензин. К тому моменту Великая Отечественная война уже закончилась, враг был разбит. Победа осталась за нами. Но стране еще предстояло возродить экономику из руин. И тогда Куйбышев еще раз смог доказать свой статус опорного края страны, когда запустил на полную мощность построенные в военные годы нефтяные заводы. За нами! Субтитры создавал DimaTorzok